Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать о своих нуклеусах, о своем нуклеусном парке, который у меня есть на басике. Занимаясь выводом маток, я пришел к нескольким видам нуклеусов. Это нуклеусы, микронуклеусы и, так сказать, максинуклеусы. Нуклеусы на рутовскую рамку. Так как у меня басика многоконкуркусная, я решил, чтобы были у меня нуклеусы на рутовскую рамку, чтобы можно было взаимозаменять рамки на басики. То есть манипулировать рамки с нуклеуса, нуклеус, подселение, постановка овощины, корма и все такое. Начну с такого польского полистирольного нуклеуса, мини-нуклеуса. Он мне очень нравится, очень классный. В данный момент его цена около 300 гривен на наши украинские деньги. Ну, как бы, недешево. Вот он такой. Он состоит из кормушки, кормового отсека и четырех рамок. Есть рамки вот такие пластиковые, разборные, очень удобные, мне нравятся. И есть вот такие деревянные рамочки, которые с прорезями. Я сюда впаиваю овощинку и тоже работает, тоже нравится. Чем этот, скажу, чем они плюсы и минусы. Чем он хорош, этот нуклеус? Он хорош тем, что для его, для заселения нужно немного пчелы. Для первого заселения, вот так много пчелы, там, прям 200 пчелы надо. Но, ни чем его, мне не нравится, минус. В этих нуклеусах нельзя продержать, так сказать, долгое время мат. Только матка оплодотворилась, ее надо сразу же отсюда забирать. Пару дней и надо забирать, продавать, что-то с ней делать. Потому что, если матку долго не забирать, она засевает. Рамочки маленькие, она все это засевает и ей нету где работать. Плюс в активный сезон они заливаются медом. И надо постоянно вырезать. Ну, это само собой. Ну, зачастую с микронуклеуса слетает пчелы. Слетает плотная матка. Вчера она была, сегодня ее уже нет. Вместе с пчелами. Ну, чем хорошо, то что ее можно быстро перезасинить. У меня так много сюда пчелы много. Очень удобный вариант с нижним литком. За несколько лет работы с ним, я заметил, у меня пчелы летают только через низний литок. Я заметил, что через нижний литок нет воровства. У меня его просто нет. У меня не было, чтобы взяли и разбомбили нуклеус. Сюда я даю канди. При первом заселении 100 грамм канди. Два стаканика по 50 или где-то так. А последующие уже пчелы сами себе приносят мед. И, в принципе, можно уже и не подкакивать. Ну, зависит опять же от провода. Вот такой нуклеус. Они классные, они удобные. Но на данный момент они дорогие. Это лысоль, производство Польши. Вот такой нуклеус. Я пришел к нему только из-за того, чтобы были рамки взаимозаменяемой, как бы, спасем. Здесь, чем мне нравится, то, что вся конструкция деталей улья, они полностью подходят к любому улью. Если мне это не нужен, как нуклеус в работе, я могу использовать для обычной семьи. То есть, он может у меня работать просто как улей для обычной семьи. То есть, не как нуклеус. Крышки все взаимозаменяемые, с другими улями. Корпуса идентичные с другими улями. Только здесь обычные прорези в стенках под фанеру. И в днище точно так же прорези. Я сейчас покажу. Днище тоже можно закрыть. Два литка. Третий литок, центральный, вот этот, оставить для пчел. И будет днище тоже работать, как для обычной семьи. Вот такая крыша. Обычная. Ничего здесь нет. Это ОСП, проварено в парафине и оцинковое железо. Подушка синтепоновая моя, которая очень удобна. Мне очень нравится многим. Но рекомендую. Классно. Классно они себя показали в работе. И вот такой нуклеус на три отделения. Тут просто при сделанной пазе под фанерку. Становится по три рамки. И получается у меня нуклеус на три отделения, по три рамки. Меня критикуют за него, что при первом заселении здесь нужно много пчел. Да, это действительно так. Это его, я считаю, не единственный. Это первое заселение. Много пчел. Но есть много плюсов, которые все это перечеркивают. И мне эти плюсы нравятся. Я работаю с этим нуклеусом. Я уже назвал причину, что взаимозаменяемый. И чем он хорош? Я могу сюда, как бы в активный сезон, когда рамка матка сеет, она засеивает все. Я могу забрать рамку с расходом, поставить в отводок слабенькую семью, подселить в отводок. Сюда на это место могу подставить сушь или вощину. Но я ставлю вощину. Они хорошо его оттягивают. Матки снова издесеют. И, естественно, я могу в этом нуклеусе продержать матку практически весь сезон и пустить в зиму. Потому что постоянно я могу забрать, подставить рамку с кормом. И, как бы, так. Эти нуклеусы хорошо зимуют. Им хватает три рамки для зимовки. Плюс они, по сути, греют через фанер друг друга. И, по сути, это как целостная семья. Хорошо, удачно призимуют. Бывает, конечно, что не может какой-то отсек, отделение и не призимовать. Ну, не без того. С трех может одна остаться всего отделения. Может две, а может все три. То есть, в зависимости от пчеловута, как еще его, как бы, сложить в зиму. Очень удобно тем, что я практически из каждого отделения, как бы, забираю по рамочке меда полномедного для откачки. Что не можно сделать в нуклеусе. То есть, они даже приносят к ним мед. Вот такие фанерные пригородки. Обычные. Все одинаковые. Больше сотни таких у меня сделано. То есть, нуклеусов. Оно все подходит к другим нуклеусам. Такие крышки. Вот обычный корпус с прорезями. То есть, покрашенных в три цвета разных на три стороны. И дно. Ну, точно так же с прорезями, чтобы пчелы друг к другу не пролазили. И на три летка. Вот такой нуклеус. Заметил, что в таком нуклеусе, как правило, на день-два матки быстрее облетываются, чем в микронуклеусе. Это уже понятно, что говорит о более, так как пчелы побольше, то есть, о лучшем кормлении маток. То есть, о лучшем температурном режиме, тепловом режиме. И походу это влияет на, как бы, осеменение маток. То есть, они на день-два быстрее начинают работать сей. Вот такой нуклеус очень хорошо. Хорошо зимует. То есть, если мне, к примеру, не нужна зима или по осени матки. Люди просят матки, к примеру, там, в сентябре, я просто, к примеру, просто, к примеру, вот у меня тут три матки. Три матки. Я просто забираю, к примеру, одну матку с отделения. И через там определенный период вытаскиваю перегородку с улья. Вытаскивать у меня, может быть, сразу остаться две матки. Если мне, опять же, не нужна матка, я могу вытянуть и эту перегородку и объединить всю целую семью. И зимой идет зимовать, как одна полноценная семья. Могу зимовать три, могу зимовать две. В зависимости, сколько у меня есть в наличии маток, сколько я планирую оставить зимовалых маток. То есть, по обстоятельствам. Очень удобно. Взаимозаменяемость рамок, это очень удобно. То есть, я не отвлекаюсь, если я навощу рамки, навощу, как бы, хоть для нуклеозов, то для, если надо выделять время для этих, ну-ка, обрабатывать их. Тут я уже канди не делаю, я сюда ставлю рамочку форма с медом. То есть, канди уже не надо делать. Как бы, вот такие муклеозы у меня. Мне очень нравятся. И, как бы, я рекомендую, может, конечно, многих пугать первое заселение. Потому что при первом заселении, по сути, надо много пчелы. Ну, опять же, когда мы зимуем, хоть одной целостной нашей семьёй, хоть все они перезимовывают, у нас уже на второй сезон, на весну, уже отпадает практически заселение. То есть, нам не надо заселять. Мы просто, если это была одна семья, забираем матку, зимовалую ставим перегородки. И у нас, опять же, три отделения уже готовой пчелы с расплодом. Плюс ещё, что здесь надо мне при первом заселении делать канди. При первом заселении надо только не плодку давать. То здесь, при первом заселении, я просто могу сразу давать маточную наборку. То есть, вот такие дела с моими нуклеусами. Мне они нравятся. Кому-то они могут не понравиться. Вот такой нуклеус. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»